Типичные химки. Какие они? Кто-то видит городской округ настоящим урбанистическим центром. А для кого-то наоборот. Он оазис, полный зелени и красоты природных ландшафтов. Выставка в музее Артишок длилась пять недель. Пришло время подводить итоги. Масло, акрил, фотография. Техник, в которых городские художники представили родные химки десятки. Зрители наслаждались, а вместе с этим выбирали лучшие из работ. Отозвались в сердцах горожан полотна Натальи Алексеевой. Типичные химки для нее это уютные дворики, лавочки у подъезда в тропинке, по которым каждый день люди торопятся на работу, а по вечерам возвращаются домой. Тут у нас есть поэт, журналист Влад Красноярский. Он мне все время говорит и спрашивает, где ты находишь такие виды красивые. Я говорю, так надо просто ходить и замечать. Вот этот вот, например, вид яблони в снегу, это напротив как бы находится мой дом. И я постоянно хожу на работу как раз через эту яблони. Я могу выйти, встать на одно место и посмотреть вокруг и сразу сделать, например, три-четыре картины с одного вида. А вот для Бориса Хромова городской округ это прежде всего люди. Вдохновившись личностью и судьбой Веры Ферсановой, он создал цикл работ, посвященных домовладелице и меценату. Хочется еще, конечно, отдать дань уважения этому человеку, потому что, знаете, у нас такая интересная судьба у Веры Ферсановой, что не могла оставить меня равнодушным. Именно созидатель, человек-созидатель в самом хорошем, глубоком смысле. Обычный человек, но созидатель. Вместо привычных полотен у автора дерево. На него, говорит художник, акрил ложится мягко и податливо. Такие работы отсылают к Древней Руси. Кажется, будто каждая пропитана духом истории, вне зависимости от времени, когда была написана. Я пробовал себя в разных техниках. И вот когда сталкивался с деревом, буквально с юношества, мне всегда были ассоциации с русской иконой. И это как-то определенная энергетика. Позволяет и как-то энергетику чувствовать, и объем можно как-то тоже делать. И это очень интересно. Поздравить участников выставки «Типичные химки. Городские мотивы» приехал глава городского округа. Дмитрий Волошин отметил, химки – один из немногих муниципалитетов, богатых талантами. И сегодня администрация готова оказывать любую поддержку всем, у кого есть рвение к творчеству. Хотел, Александр Иванович, вас попросить тоже принимать участие в части традиции, сделать традиционную выставку художников, фотографов, дизайнеров. Можно сюда также привлекать наших местных жителей, для которых, по сути, вся эта инфраструктура существует. Друзины в области Бартонского и театр «Наш дом». То есть у нас десятки, больше ста площадок для искусства, где можно идти в выставки и проводить мероприятия. Тем более, что желающих сотни. По словам организатора выставки Александра Белугина, в этом году заявок на участие в экспозиции было несколько десятков. «Картина – это духовный портрет того человека, кто делает эту картину. Только, чтобы он не изображал. Художник изображает только себя. Но себя – это не свое эго. Себя – это то, что я есть духовная сущность. Вот каждый человек – духовная сущность, и в этой духовной сущности есть какие-то определенные качества, которые меня привлекают». Экспозиция «Типичные химки. Городские мотивы» в этом году вместила в себя работы 29 авторов. В следующем году организаторы обещают расширить выставку и вобрать в нее как можно больше талантливых творцов. Нина Липанова, Руслан Сафин. Новости Химки ТВ.